Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды. Началась война двух братских народов, России и Украины. Россия вероломно напала на Украину. Друзья, мне очень тошно от осознания этого факта, мерзопакостного на душе. Но, друзья, я хочу сказать, что на моих руках и на руках таких людей, как я, нет ни капельки украинской крови. Мы не желаем вам зла. Более того, мы считаем вас своими братьями. Те люди, которые сейчас будут убивать друг друга и с российской стороны, и с украинской, на самом деле вы предаете Бога. Вы участвуете в братоубийственной войне. Ребята, остановитесь. Наш общий враг, враг и русских, и украинцев, я не буду его называть, вы должны до этого дойти сами, уже не маленькие. Вы должны понять, кто этот враг. Вот этот общий враг хочет нас столкнуть в одну общую мясорубку. Нас перемерят в ней, фарш пойдет, кровь польется. И так пока сейчас происходит. Пока в меньших масштабах, но они хотят увеличить масштабы этой бойни. Сейчас на Западной Украине будет мобилизация всеобщая. Всех людей, молодых людей, даже и девушек, похоже, погонят в армию, чтобы увеличить размеры вот этой мясорубки. Чем больше нас погибнет, тем для них лучше, для нашего общего врага. Как можно этому сопротивляться? Я вижу единственный выход. Кто-то мне может сказать, что надо выходить на митинги, пикеты. Это, друзья, это все пройденный этап. Это смешно. Ну, выйдите вы на митинг. В России уже прошли митинги. В Санкт-Петербурге, в Москве, в Перми, в Екатеринбурге. Большую часть людей забрали в мусарни. Сейчас им срок впаяют или штрафы дадут. Смысла в этом я не вижу. Как можно этому сопротивляться? Надо сопротивляться призыву. Не берите в руки оружие. Наиболее сильные духом, друзья, у нас только один выход. Если мы хотим двигаться к Богу, а не к дьяволу, нельзя брать в руки оружие. Пусть нам дадут срок, пусть нас даже расстреляют, но на нас не будет, на наших руках не будет братской крови. Когда мы переставим перед Богом, наша смерть нам пойдет, как говорится, во искупление грехов. Потому что мы все грешные, друзья. Борода многогрешная, что греха таить. Друзья, а вот если вы возьмете в руки оружие и начнете убивать своих братьев, то вам уже не отмыться. Вы все пойдете в ад. Все. Поэтому даже если вас забрали в армию, ну вот так получилось, не смогли вы убежать никуда, тогда стреляйте в землю. Не стреляйте в своих братьев, стреляйте в землю. В воздух не надо стрелять, там может упасть куда-нибудь, пуля кого-нибудь, не дай Бог, убьет. Не надо этого делать. Стреляйте в землю. Мать сыра, земля, как говорится, все вытерпит, все простит. Но самое главное, вы никого не убьете. Вы, получается, и не предатель, и не дезертир. Вы выполняете боевую задачу, стреляете. Все. Какие к вам вопросы? Ну, если не попадаете, это уже, как говорится, не ваши проблемы. Это проблемы тех, кто вас погнал на эту войну. Потому что, друзья, еще раз повторяю, эта война не наша. Ни русских и ни украинцев. Нас хотят уничтожить. Я сейчас смотрю на карту оккупированной Украины, вижу, что половина страны просто занята российскими войсками. И, друзья, сразу же мне на ум приходит будущее. Очень скоро Китай, желтоглазые, желтолицы, ублюдки, также оккупируют мою страну, Россию. Они также разрежут Россию пополам. Все Сибирь захватят, весь Дальний Восток. Через Казахстан попрут. Я уже вижу, где будут наиболее серьезные бои. Самые сильные бои будут в районе Уральских гор и в районе Челябинск, Оренбург, Казахстанские степи. Там будут танковые бои, а на Урале будут пехотные бои. Но самое главное, вовремя занять высоты. Тот, кто атакует в горной войне и несет большие потери, атаковать невыгодно. Помните об этом. Господа генералы. И просто так не бросайте людей в бессмысленные атаки. Будьте умными. А вам, люди добрые, хочу посоветовать, да, либо гаситься вот от этих призывов. Как угодно. Ну, если уже забрали, как говорится, поехали добровольцем в наручниках, ну, тогда стреляйте в землю. Другого выхода я не вижу. Ну, либо, да, садиться в тюрьму на неопределенный срок. Может, расстреляют. Не знаю, я как сам поступлю, пока не определился еще. Надо осмотреться. А вы думайте тоже, друзья, что делать и как жить дальше. До свидания, друзья. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова